Всем привет, с вами снова Фил Райз, мы продолжаем играть в арк Сурвайвл Эволфт. Помнится мне когда-то давно, когда я еще записывал первые серии, я говорил, что мы с вами будем проходить пещеры в одних трусах. Думаю, судя по моему амундированию, вы бы знаете, что будет в этой серии. Вот, пройдем пещеру двумя способами, не ссыть это моем, в одних трусах и потом со снаряжением, то есть с животным. Можно, конечно, проходить там с винтовками, с дробовиками, но это уж чересчур. За геморно, тем более, у меня патронов столько нет, чтобы каждую пещеру так зачищать. Вот, мы будем на животном проходить, и у нас это будет мегатерий. Итак, что нам нужно сначала для минимального прохождения? Давайте все остальное выложим. То есть броня нам не нужна, мегатерий не нужен. Для минималочки нам потребуется, конечно же, мясцо, еда. Можно взять фляжку с водой, пару раз попить. И спальники. Спальники это наше самое ценное. Это то, что нам нужно будет во всех пещерах. Я штучек шесть накидаю. То есть мы будем идти за артефактом. Это, конечно, далеко не самое ценное, что есть в пещерах. То есть пещеры ходят и за артефактами, чтобы на босса входить или базу украшать. И за контейнерами. Контейнеры чаще всего очень хорошо охраняются. Пожалуй, даже, наверное, лучше, чем артефакт. Поэтому идти за ними в одних трусах это такое себе. Тем более, почти я говорю, во всех пещерах до них трудно добраться. Или там пачка целая охраняет, или еще какое-то говно. Мы же будем в труханах брать артефакт и выбираться оттуда. В идеале можно взять еще выдру, если его вдруг приручили. Понятное дело, что вы не полезете на первом уровне в пещеру. Потому что это такое себе. Это, мне кажется, гибельное дело. Идти сюда надо уже ближе к сотому. Когда и вы прокачаны, и у вас уже живность есть. И у вас есть какой-нибудь рекс, чтобы сфармить кожу на спальнике. Вот. Спальников, я говорю, на каждую пещеру будем брать по-разному. Потому что вот это, наверное, самая легкая пещера на Айленде. Находится она на координатах 80, и давай на 53 и 6. Если кому-то проще посмотреть на карту, то вот тут вот. Если вы вдруг не умеете пользоваться GPS-кой. Хотя, мне кажется, этим все умеют пользоваться. Вот. Так. Ну и, как я и сказал, самое минимальное это вода, еда. Трубу можно выложить, в принципе. А то у них не так много осталось. Крафтить ламину. И GPS. Еда и вода. Все, больше у меня ничего нет. Статы, да, у меня сильно раскачан. То есть у меня 400 здоровья, 200 выносливости. По 160 еды, воды. 500 веса, но это здесь вообще никак роли не играет. Скорость передвижения 130. Урон в ближнем бою тоже нам здесь не интересен. Вот. Понятное дело, что до этого еще надо докачаться на убивать боссов. Но, тем не менее, если идти с более меньшим уровнем, как я даже ходил, все равно эти пещеры проходимы. Ну, просто, может быть, вам понадобится чуть побольше спальников, или, наоборот, у меня потратится меньше. Вот. Ну, опять же говорю, на маленьком уровне не лезть в пещеры. Это такое себе. Лучше обзаведитесь с животным. А если прям вообще не в моготу и неохота там зачищать, то можно сбегать за артефактом, как я сейчас. И продемонстрирую. Впрочем, поехали. Как я сказал, это самая легкая пещера на Айленде. Играю на официальном сервере. Надеюсь, здесь никто ничего не зачищал. Вот. Но у меня сложность в том, как бы, у меня преимущество в том, что у меня хорошо прокачан персонаж, а сложность в том, что я играю на американском сервере. Так уж повелось, что у меня... Я начал создавать базу здесь. И когда я потом понял, из-за чего такие сильные лаги, что сервак находится где-то в Лос-Анджелесе, уже как бы было жалко что-то ломать. Ну, а сейчас уж 100% я ничего ломать не буду, потому что база пиздец как разрослась. Вместо того, чтобы остановиться, я продолжил ее строить. Так, в пещере слегонца холодно, но не так, что прям вот пиздец, как у других. Здесь спокойненько пробегаем. У нас никого нету. Выносливость не тратим. На крайне, как говорю, если умрем, ничего страшного. Фляг у меня дохера. Можно брать бурдюк. А он вообще ресурсов фактически не стоит. На развилке поворачиваем. А налево. И тут уже начинается пиздец. Просто топим, держимся левой стороны. Там где-то пауки. Продолжаем топить. Вот, кстати, артроплевру надо будет прочекать, если я хочу приручить. И вот сюда, вот хренак, и вот наш артефакт. Артефакт охотника, кажется. Да, артефакт охотника. А тем же путем мы уже обратно не уйдем, потому что мы там спрыгнули с высоты. Ну, а здесь можно выбраться вот здесь. Любители поэкстрималить могут вплавь. Он до тот берег. Но в воде вас ждут крокодильчики. Сарказуха. Это, конечно, не капра. То есть сарка намного-намного легче. Но, тем не менее, за жопку куснет. Мы же поднимаемся с правой стороны этого водоема. То есть водоем у нас слева остается. Вылезаем где-то здесь. Опять артроплевра. Сейчас посмотрим, какие уровни уже со снарягой. И все, и мы наружим. Ну, то есть, да, как я и сказал, эта пещера очень изевая. В плане за артефактом слазить. Мне кажется, это даже проще, чем на кристальных островах. То есть, если вам нужны в больших количествах артефакты, я рекомендую фармить на кристальных островах. Они фактически никем, ничем не охраняются. Там прилетели и забрали. Или приплыли. Опять же, берете с собой выдру. Нагружаете ее артефактами. Она может переносить большое количество. Ну, то есть, неограниченное, сколько веса хватит. Вот. И на этом все. Как видите, спальники даже не пригодились. На всякий случай оставлю их еще пока здесь. Но. Ничего сложного у нас уже здесь не будет. Так. Нацепим броню на всякий. Теперь пройдем пещерку. В обмундировании. Да, этот видосик, наверное, получится не особо длинный. Но ничего. У нас впереди с вами еще пещер на хищном острове. Вот там, да. Там в одних труханах, мне кажется, у меня мешочков много уйдет. Надо будет еще нашить. Мне кажется, шести мне точно не хватит. Так. Мегатерий у меня 272-й. И этот паричом еще и не мной выращенный. То есть, мне кажется, если это будет ваш выращенный, это вообще шикарно будет. Так. Медиар проплева. В принципе, день можно поиграть и так. Паукан. Сейчас хитину нафармлю. Кто-то у меня там паутина, блядь, стреляет. Пойн-то. Блядь, Артру не трогай. Какой уровень? Самка. 135-й. Оставляем, я за тобой приду. Хотя, блядь, мне потоповый. Может быть, получится найти 140-й и выше. Съедим. Ну, это так. Это я уже свои личные цели заодно уж преследую, раз уж мы здесь. Так. За еще одним артефактом не смысла уйти, нету. Там иногда бывают пауки, конечно. Но это очень-очень редко, скорее всего, если они за кем-то туда проследуют. Просто так вы их там не встретите. Так, а вот здесь уже контейнеры бывают. Ну вот, видите, в принципе, пошел тот самый лаг. Что-то косаркозухов только не вижу. Пирани одни. 10 тысяч хп у Мегатерия. Под 800 атаки. И седло, по-моему, на 72. Сейчас покажу. 7-6. Серого плеша не за жопу не будет. А, они, блин, все на берегу выбрасывались. Ну и хер с ним. Саркозухов не было, тут записочка и контейнер. Контейнеры здесь, по-моему, зеленые, максимум синие. В зеленое седло. Ну, возьму, расплавлю. В дробилке. Тут есть металл, есть обсидиан. Кристаллов, по-моему, если я не ошибаюсь, нет. Здесь также можно приручать мегаванью. Вот, кстати, тоже можно посмотреть. Я не отказался бы попробовать притомить топовую. Они обычно здесь на потолках висят. Хуйня. Так, она здесь одна? Кажется, одна. Так, а в этом водоеме саркозухи? Двеи на дне. Давайте посмотрим, товарищ. Артра. Давай-давай, за мной. Гоу-гоу-гоу. Выныриваем, товарищ. Моишь вы умненькие. Так, сервак повис. Если рыба начинает лететь, значит сервак повис. Уж не знаю, как там на приватных серваках происходит. Сохраняются они каждые 15 минут. Нет, ни разу не играл. Я как начали с Русланом на официалках, так на официалках и сижу. Пару раз даже на ПВП побегал. Ну, прикольненько. Да, в принципе, артроплевры мне как раз-таки для ПВП. Но ПВП контент, я думаю, появится в этой игре еще не скоро. То есть, я, может быть, Русик как раз-таки присоединится. Будем пробовать... Ебашить... Что такое? Вышибло, что ли, меня? Вражеские базы... С этого. С... 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 Короче, блядь, что-то артроплевр тут много, но, по-моему, не то, что мне нужно. Ну, ладно, нужны в любом случае мне стрелы, арбалеты, все остальное, все снаряки. Вот, кстати, еще одна записка. Не помню, их здесь, по-моему, три всего. Так, эти кристаллы не собираются, здесь только вот металл можно поковырять. Вот не помню насчет кристаллов, по-моему, не было их здесь. Тут в основном металл. Здесь еще змеи вылезали в свое время. Что-то сейчас как-то изёло. Или вылезут. Не, не хотят. Ну, и не очень-то хотелось, ладно. Чтобы на босс полетел. Или телепортом. Так, еще контейнер нашли. Часто контейнер еще здесь под водой. Кристаллы и зеленые тапки. Ну, сами видите, да. А, вот, третий записк. По идее, это все. Так, и больше, по-моему, мегаланок я не наблюдаю. Ну, да, слушайте, больше их, походу, нет. Вот одна сидит, что-то на потолке, и все. Вообще, как-то пещера пустая. Вот здесь обычно сидят змеи и артроплевры. Либо кто-то прямо передо мной здесь был. А, еще скорпионы. И пауки. Сейчас что-то как-то здесь пусто. Либо кто-то ходил, либо опять спаун сломался. Хотя, бей этот был. Респаун. Рестарт сервака не так давно. Сколько дня? Ну, дня два прошло, наверное. Очень странно, почему никого нет. Ну, и ладненько. Контейнеров, по-моему, обычно два, ну, или три бывает. Но что-то под водой тоже не было. Видимо, тоже нихрена не заспавнилось. Так, ну, сберу хитин кому-нибудь отдам. Тут новичков много. За хитином бесплатным есть охотники. Так, ну и все, и мы выбираемся. И на этом, наверное, эта пещера все. Не самая интересная, не самая экшеновая. Но, опять же, я и сказал, самая простая. Начало у нас с самого-самого элементарного. Подводные пещеры, конечно же, мы уже не пройдем в одних трусах. То есть, там в любом случае нужна живка. Но чуть-чуть другая живка. Но об этом я попробую рассказать позже, когда уже будем проходить саму подводную пещеру. А сейчас с вами был Фил Ранис. Всем пока и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok